Всем привет! Сегодня выходит новое видео про очень интересную монету, и сейчас она уже перед вашими глазами на столе, лежит на планшете, и я думаю, что многие уже ее приметили. Это 10 рублей 1911 года, Proof64. Для начала я просто прокручу перед вами ее, чтобы вы на своих экранах могли ее получше рассмотреть. Детально мы ее обсудим чуть-чуть позже. Вот так выглядит полированная поверхность металлического кружка. У нас это золото, 900-й пробы. Хорошо видно также полированный гурт. То есть помимо полированной пластины, полированного штемпеля, также полирован и гурт. Третья сторона монеты. Думаю, все хорошо, прекрасно это видят. И, конечно же, контраст между полем и рельефом монеты также прекрасно виден. Обратите внимание на места, где поле переходит в рельеф. матовая фактура такая. Давайте покажу вам реверс. Ничем не отличается от аверса, тоже зеркальное поле, матовая фактура. И также видно гурт, полированный зеркально. Также покажу вам монету поближе, на максимальном увеличении. Вот хорошо видно зеркальность, зеркальный гурт. Технология чеканки ПРУФ подразумевает под собой полировку как металлической заготовки, так и самой штемпельной пары. Очень хорошо видно. Прекрасный рельеф, обратите внимание, все перышки, корона, все на державе выступающие пальцы, все мельчайшие детали рельефа хорошо прочканены. И характерная особенность именно ПРУФ, монеты, которые мы чуть позже разберем, и я покажу проходы ПРУФ червонцев 1911 года, царского образца. И я объясню, почему считаю, что царского образца нижний правый герб не про чеканен. Все локоны абсолютно практически без износа. Монета не была в обращении, предполагалась вообще чеканка монеты для коллекционеров. Можно сказать еще, что некоторые предполагают чеканку ПРУФ монет не только для коллекционеров, но и для близ, скажем так, приближенных к его императорскому величеству. Памятные, донативные монеты чеканились также в качестве ПРУФ. Очень хорошо видно контраст у монеты. Характерных таких сильных изъянов на монете нет. Нет также следов юстировки, которые можно зачастую увидеть у монет 1911 года, у червонцев 1911 года, советской чеканки. Тут нет даже намека на юстировку. Итак, про царскую чеканку. Первое, что я хотел отметить, это исследование Михаила Ивановича Смирнова о том, что он обнаружил маточники, которые использовались при советской чеканке. И самое интересное, маточники, которые были использованы при советской чеканке, ни один из них не был в качестве ПРУФ. То есть, это же специально подготовленные штемпельные пары, которые были наполированы, помимо наполированной металлической пластины, которая использовалась в металлическом кружок. И маточники все были в качестве УНЦ, потому что если бы была отличительная особенность маточников ПРУФ, использованных в качестве чеканки ПРУФ, то обязательно это было бы описано. Но это нигде не описано, и, соответственно, я могу предполагать, что именно качество чеканки ПРУФ было царского образца. Помимо этого, мы уже, я упоминал, сейчас посмотрим с вами на нумизматическом портале Монетный Двор МДВРУ, все проходы монет в качестве ПРУФ. А их не так много. Так, я пока что уберу монету и поближе подвину для просмотра. С сайтом Двор МДВРУ. Итак, последний проход. Что характерно, да, мы уже внимательно, детально изучили монету, которая у меня в руках представлена, и нижний правый герб не про чеканен. При более детальном просмотре мы видим, что нижний правый герб не про чеканен. Также посмотрим и другие проходы, их всего четыре. Нижний правый герб не про чеканен. Здесь точно так же. Нижний правый герб не про чеканен. И даже проход 2001 года показывает нам, что нижний правый герб не про чеканен. Это второе такое мое наблюдение в пользу того, что ПРУФ чеканка была царского образца. И, соответственно, как мы знаем, монеты ПРУФ чеканки никогда не тиражировались и были изготовлены ограниченным, очень ограниченным маленьким тиражом. Поэтому я предполагаю вообще, ну и судя по проходам, в NGC заслабировано всего две монеты, в ПРУФ 63, в ННР всего одна монета, которая представлена сейчас на видео, ПРУФ 64. И вот мы видим четыре прохода. То есть всего в рынке появлялось пять монет и две никто не видел, они заслабированы в NGC. Ну, кто-то видел, конечно, у кого они лежат в коллекциях. Но, соответственно, всего семь всплывших монет за более чем 20 лет. Хотя МДВРУ даже показывает некоторые там проходы 90-х годов по некоторым монетам. Но именно по ПРУФ червонцам 1911 года всего вот известно, получается, у нас пять, шесть, семь монет. Поэтому я предполагаю, что тираж именно этой монеты был там не более 15-20 штук. То есть это крайне редкий экземпляр. Помимо того, что WUNS Uncirculated было чеканено по записям, да, у нас, которые предоставлены в архивах, и засвечены уже там около 50 тысяч тираж в качестве чеканки Uncirculated, всего 50 тысяч штук. Но, опять же, Виталий Сидоров упоминает в своей книге каталог монет, я сейчас покажу, золотые монеты периода правления Николая II, каталог-справочник. Он упоминает, что, может быть, такое, может быть, не исключает, что записали в архивах, в архивных документах поступившие уже готовые, да, монеты, 50 тысяч штук в 1911 году, но, может быть, часть из них была датирована 1910 годом, то есть червонцы 1910 года, но записали их в 1911 году. Такое тоже не исключено, и это наталкивает на мысли, что, соответственно, экземпляр 1911 года, если мы можем, да, его определить к царскому чекану, вероятнее всего, он был настолько редок, что встречается очень нечасто, и, соответственно, отсюда и цена. Но советская чеканка, я уже это упоминал в видео, характерна своей юстировкой, обработкой металла, да, и также в своей книге каталог-справочник монет «Период направления Николая II» Виталия Сидорова, он там пишет, что по исследованиям штемпеля, которые в 1918 году были заплампированы и перевезены в Нижний Новгород, они, может быть, они были также использованы через некоторое время, в 1923-1924 годах для советской чеканки червонцев 1911 года, и у них также характерные признаки есть на самой монете. У них есть, от того, что штемпеля, видимо, долго хранились, и некоторые, возможно, пришли в негодность, а до чеканина было, по-моему, в советский период более миллиона штук кружков 1911 года монет. Пришли в негодность, и после чистки штемпеля где-то в штемпелях металл стал более пористый, где-то образовалась чистка, да, при чистке штемпеля, и, соответственно, это можно наблюдать на самих монетах. И вот у него в книге такие монеты, именно прям ссылки на базу данных МНР представлены, и можно ознакомиться. Еще раз покажу книгу, она в 2019 году была выпущена. «Золотые монеты. Период управления Николая II. Каталог-справочник». Давайте я вам прям открою. 10 рублей 1911 года. И мы вместе с вами посмотрим. Вот, 10 рублей 1911 года. И причем прямо на представленной картинке сразу же видно полосы прокатки монеты. Юстировка это, когда убирают излишний металл, и, видите, да, нижний правый герб хорошо прочеканен. Но прокатку монеты, не самая монета, а прокатка заготовки металла, после которой выдавливались кружки, видно, что здесь есть вот такая отвальцовка. Вот. Ну и, собственно, тут вообще про 2011 год, про чеканку 2011 года 10-рублевые монеты, загадка 10-рублевые монеты. У него очень интересно описано с представленными данными и о том, что... Вот, Михаил Иванович Смирнов упоминается. Можно почитать. Довольно интересно для изучения. Вот. Такая вот книга. Ну, собственно, поэтому про чеканку... Я вот перечислил свои домыслы и догадки, и свое мнение, что про чеканка монеты 1911 года, именно данной монеты, я считаю, что это царский чекан, и, соответственно, это добавляет еще ей большую редкость. Ну и вообще, которые известные проходы, ни один из этих проходов не... Скажем так, никто не описывал и не говорил, что это советская чеканка. Не может быть такого, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение, что в советский период, помимо того, что в Нижнем Новгороде были обнаружены маточники, да, привезены потом на монетный двор, их доработали и с них чеканили. И возможно, да, что был изготовлен новый маточник, но это настолько трудоемкая работа, помимо того, что нужен материал, да, под это изготовление хорошей маточники, хорошей болванки под маточники. И, во-вторых, нужен ресурс человеческий, который может полностью повторить маточники, которые были изготовлены в царский период. Вот, и, соответственно, я думаю, что пруф монета была от чеканина в царский период. Ну и все представленные, которые у нас есть по проходам, были от чеканины в царский период. Вот, давайте еще раз с вами рассмотрим, насколько красивое у нее глубокое зеркальное поле. Это, конечно, не пруф камео, не пруф ультра камео, но явные признаки, что технология чеканки использована была пруф, полированный гурт, не дает мне соврать, и экспертиза Национального мизматического реестра тоже не дает мне соврать, что монета была исполнена в качестве пруф. Очень красиво. Ну и на этом, я думаю, что мы закончим. Если вам интересно, стоимость данной монеты, стоимость данной монеты на сегодняшний день более, опять же, на мой взгляд, мое субъективное мнение, более трех миллионов рублей. Я ее... Эта монета не в моей коллекции, я ее приобретал на продажу, чтобы она оказалась у кого-то в коллекции. Стоимость, я ее оцениваю, более трех миллионов рублей. И если вам интересно приобрести данный экземпляр, то можно пройти по ссылкам в описании или в комментариях в наш магазин, и там она выставлена в продажу. Либо можно, опять же, перейти в магазин, там есть все ссылки на мои личные данные, можете зайти, написать мне в личные сообщения и обсудить данный экземпляр. Помимо этого, у нас есть телеграм-канал, в котором я частенько пишу разные интересные статьи, мы рассматриваем вообще нумизматический рынок как инвестиции, рассматриваем также коллекции, коллекционный материал. И переходите, читайте, это интересно, подписывайтесь. Ну и, конечно, на YouTube. Для того, чтобы это видео посмотрело, как можно больше людей, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями, знакомыми, коллегами, коллекционерами. Вот такая вот сегодня была интересная, красивая монета представлена на видео. Спасибо, что смотрели. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok